так мы с вами находимся на русановских садах и как раз попали на такой интересный процесс как залитие корыта метрополитена с помощью бетонного насоса вы видите смонтированную опалубку это уже следующий прогон не тот когда мы вместе с Димой здесь были и летали как я вам уже говорил в самом последнем ролике который я с велосипеда снимал прогон был залит вот сейчас мы видим что с него уже снята опалубка всякие доски в нем лежат заготовки для другой опалубки и как раз готовилась опалубка на следующий прогон и мы теперь видим что его заливают также мы видим что появились новые балки по правой стороне причем эти балки и авто и для метропроезда а мы сейчас с вами попробуем полетать у нас еще осталось немного батареи к сожалению у нас батарей только две не удалось собрать на третью но я думаю что нам хватит немного пролететь вдоль русановских садов и показать вам общую картину вы давно и настойчиво просили меня чтобы я вам показал с воздуха как будет выглядеть трасса будущего моста на русановских садах вот я выполняю вашу просьбу и так мы видим эстакада подходит и пересекает русановское озеро вот здесь мы видим будущую шкафную стенку за которой начинается насыпь по насыпи будут ходить автомобили а внутри насыпи постепенно углубляясь под уровень окружающей земли пойдут туннели метро здесь же по бокам планируется съезды-заезды но пока они под вопросом потому что местные жители русановских садов не хотят чтобы мост сообщался каким-то образом с их ними оселями почему непонятно вроде бы как этот медвежий угол давно пора было уже объединить связать и с центром на коротко с подолом но тем не менее здесь вот мы видим улицу центральная садова если не ошибаюсь и за ней насыпь снова переходит в эстакаду но метро у нас уже располагается под землей примерно вот здесь будут развязки и большая развязка перед железной дорогой параллельно железной дороге планировалось что будет ходить трамвай и вот примерно здесь располагаться также будет станция метро с выходами к железнодорожной платформе к скоростному трамваю и в общем-то на сады сейчас мы пересекаем насыпь железнодорожную там будет где-то повышение примерно на 20 метров от уровня земли и планировалось что трасса пойдет через озеро радунка над которой мы сейчас пролетаем и вольется в улицу стальска в общем-то сулемана стальска улица она так и планировалась как путь для этого моста подъездной и отводящий сейчас мы разворачиваемся и движемся в противоположном направлении обратно к мосту вот здесь должна автострада пересекать железную дорогу через верх здесь мы видим уже залитые ростверки сва это я вам все показывал самом нашем последнем ролике когда этом ездил на велосипеде вот внизу ростверки опор улица за которой опять же эстакада переходит обратно в насыпь по бокам там планировались еще дороги местного значения на которые собственно должны были вести съезды и заезды но пока непонятно как она будет это все мы летим над будущей насыпью и приближаемся вновь к шкафной стенке за которой у нас русановское озеро и эстакада моста видим появился мостик низководной и это один из двух планируемых мостиков для того чтобы обеспечить сообщение местное чтобы не надо было в объезд этого русановского озера переезжать далеко планируется два мостика таких сделать они уже на постоянную основе сейчас мы пролетаем над тем участком где у нас бетонируется корыто для метрополитена мы еще посмотрим на него сблизко сейчас мы как раз над открытым кессоном видим еще одна стойка опоры залита и подлетаем шкафной стенки видим что она у нас наращивается но пока за счет выпуска форматуры но скоро они будут залиты бетоном и смотрим как выглядит мостик новый еще раз повторяю что с противоположной стороны там где сейчас такой маленький пешеходный мостик планируется еще один такой же это будет движение в одну другую сторону для местного сообщения смотрим чем занимаются люди на будущем корыте метрополитена кстати очень интересный процесс сейчас я ему покажу а с другой стороны как раз готовятся копать траншею под шпун для того чтобы подъездной путь к вот этому новому мосту обеспечить смотрим бетононасос видим бригада рабочих работает и новые балки новые балки которых еще не было к тому времени когда мы были прошлый раз на этом месте сейчас мы с вами спустимся и уже посмотрим на всю эту картину более детально и так я надеюсь что наш полет дал вам объективную картину я старался как мог подкомментировать но еще результируем что в самой дали возле уже станции троещина железнодорожной возле железнодорожной насыпи там уже несколько крупных слай сделано чуть-чуть перед этим сделаны уже ростверки для опор там будет развязка куда это развязка пойдет пока еще нет конечного варианта насколько я понимаю но по старым если судить чертежам то она пойдет через озеро родунка на сулемана стальского и будут съезды там как раз вот дети буровые там метро будет находиться и будут съезды в обе стороны в сторону троещины и сторону никольской слободки насколько мне известно там сейчас идут какие-то переговоры надо ли эти съезды делать или нет но есть какой компромиссный вариант съезды будут но они будут закрыты до тех пор пока они не понадобятся там вот мы кстати видим интересно как начали еще заливать один фигмент бетонным насосом сейчас мы сами спустимся посмотрим немножко что там внизу и потом будем плавненько идти в сторону орок возвращаться я вам еще немножко там поснимаю покомментирую такие мелочи которые были сделаны за то время как нас здесь не было на гиперлапсе вы немного посмотрели но мы быстро двигались а теперь мы отдельные моменты посмотрим детально и еще раз я вам показываю перед тем как мы спустимся отсюда что вот эти вот балки они были здесь недавно установлены вот почти до самого конца там были прошлый раз их не было еще там частично были какие-то из них но последних еще не было пока мы идем к съезду обращу ваше внимание на то что уже полностью подпятники под внутреннее рождение готовы здесь напоминаю что они только делали закладные когда мы прошлый раз были видим что уже весь гранитный бордюр стоит на всем протяжении здесь тоже все подпятники на месте уже включая те которые столбы освещение будет подпирать видим что-то привезли какую-то на мешалочку и далее как вы видите не только подпятники но и ограждение полностью стоит уже кстати я никогда не обращал ваше внимание на это место но это очередная станция метро я честно я не помню как она называется то ли десенка то ли горбачиха но вот вы видите полностью сформированная корыто и платформа когда она будет запущена никто не знает пока еще об этом рано говорить но все работы подготовительные ведутся в полном объеме согласно начального проекта и вот пошел прогон метро станция который вам показывал и туда дальше через десенку через труханов остров на самую часть мостовую итак мы смотрим как заливается корыто метро мы видим что нижняя часть уже залита и залита вот эта боковая часть сейчас идет работа на левой боковине обратите внимание вот стоит человек дистанционным пультом радио это оператор бетона насоса он сейчас подает прямо как я с квадрокоптером так он с бетононасосом управляется с помощью пультика джойстиков бетононасос вот такую вот стрелу над нами имеет берет прямо из миксера как видим вибраторами сразу же уплотняется все вы же неоднократно видели эту технологию но я еще раз обращаю ваше внимание на нее и двойную решетку заглажные металлические и и и и и и Небольшой перерыв, миксер поехал за новым бетоном, а мы смотрим, пока ребята отдыхают, какая здесь хитрая опалубка. Я вам ее показывал сверху, теперь смотрим снизу. Бетонный насос. Какое-то время может без бетона стоять, но если бетон вовремя не подвезут, когда он замыкает, делает круг и начинает гонять бетон еще, точно я не помню, но по-моему несколько часов он еще может на том бетоне, который у него в его шлангах есть, погонять его по системе, пока не приедет миксер или пока не будет вода, которой промыть все его трубопроводы. Ну а мы с вами идем посмотрим на кессон и на шкафную стену. Вот мы еще раз смотрим на новые балочки, мы видим даже еще не законченные швы у них, только швы от укрупнения готовые. И напоминалось, что здесь в прошлой двухсерийной нашей эпопее как раз ребята работали над подферменником, это вот та самая стойка. Мы подходим уже к Русановскому озеру, наш знакомый кессон, но мы видим, что во-первых здесь меньше уровень воды, его откачивали и самое главное здесь появился ростверк и одна залитая частично стойка опоры. Напоминаю, что этого не было, я это заметил еще на выходных, но на выходных у меня не было возможности делать вам репортаж, поэтому я оставил это сейчас и вот сейчас приехал отчасти, потому что я это видел. Еще там дальше есть далеко, там два ростверка, вы их наверное видели с аэросъемки, но я и вам их сегодня показывать близко не буду. И также еще интересный момент, мы видим, появился называемый низководный мост, причем насколько я видел проект всего этого мостового перехода, здесь будет два таких моста, один в одну сторону, а другой с противоположной стороны в другую сторону. Это будут дороги местного значения и насколько я понимаю это уже постоянный мост, мы видим шкафную стенку, опоры, но возможно он еще будет перекладываться. Это я вам точно не скажу, я знаю, что по проекту он здесь должен быть. И мы видим, как на противоположной стороне, мы сейчас туда подойдем, что-то копают усиленно и появились новые выпуски арматуры со шкафной стены. Мы видим еще такой мощный каркас, армирующий на перемычку между стойками, следующий уже заготовлен, лежит и судя по всему для самих стоек мы идем на противоположную сторону этого озера. Итак, мы добрались до шкафной стены, это последняя наша уже точка нашего путешествия, сегодняшняя мы видим, появились выпуски арматуры. Напоминаю, что эта шкафная стена, она принимает последние пролеты и метро, и автопроезда. За ней начинается уже насыпь, метро уходит под насыпь с постепенным опусканием, а автострада идет по верху насыпи тоже до момента, пока там она опять перейдет в автостраду для того, чтобы пересечь железную дорогу или как там решиться с проектантами, пока мы не знаем. Мы видим, что данный ростер, хотя он в принципе поверх воды, но судя по всему делался тоже в небольшом кессоне. Остатки его видны, и остатки демонтированы от шпунта. Тут какие-то сложные агрегаты перекантовывают. Мы видим, как здесь делают, в общем-то, заезд на этот морд. Будут, очевидно, плиты примыкания заливаться, какая-то стеночка шкафная. Вот так она варит. Вот мы интересную машину увидели, которую никогда еще не видели, называется стыкосварка, которая стыкует арматуру и делает автоматом вот такой стык, наш красный. Сейчас его очистят. Машинка следующая. Такой длинный-длинный для каркаса получается арматуренный. и арматурный участок, где все это монтируется. Вы видите по количеству арматуры, сколько здесь еще всего предстоит увязать. Если зеленая это у нас сварка, то синяя как раз перекусывает арматуру. Только что такой толстенный брус. Так вот примерно откусывает. Что-то доваривается, что-то укорачивается, что по размеру. Я еще раз уточнил, как эта вся конструкция будет в перспективе. То есть этот мост, он будет так, как он есть, останется. Там уберется часть грунта, но к мосту будет насыпью подходить. И здесь тоже будет насыпью. И сейчас эта канава копается для того, чтобы забить шпунт. И, собственно, сделать подпорную стену уже для заезда. Ну а мы с вами отправляемся по мосту в обратную сторону. И еще немножко посмотрим мелочевки. Что там было сделано за этот период. Еще раз повторюсь для ясности. Если не будет никаких изменений в проекте, то мы видим вот уровень озера. И вот эта насыпь, она будет убрана отсюда. Она была нужна только для строительных работ. Это озеро будет продолжаться. И вот там будет с насыпью сделан подход, подъезд к мостику. И здесь также будет низководный мост. Мы видим, что корыто залито. И бетоносос проводят профилактику с водой. Это гуповец, переключатель. Я вам показывал, как он работает. За каком-то из роликов по Шулявскому мосту. Мы видим, что отсоединен патрубок специальный. Какой-то шаровой клапан такой интересный лежит сейчас. Все это промывается. На самом деле уже конец дневной смены. Сейчас будут заступать ночные. А мы движемся к аркам. И так мы видим, уже заграждение стоит внутреннее. И появились тюки с щебнем мелким. Для чего он нужен, я не знаю. Возможно, это будет для асфальтирования уже, для посыпки. Возможно, для чего-то еще. Но, как мы видим, на этом участке полностью вдоль всего участка стоят уже такие тюки. На что еще хотел обратить ваше внимание? На гидроизоляцию. Мы видим здесь гидроизоляция. Где она? Она полностью туда заходит, аж в слив. Для того, чтобы нигде ничего не попало под сам этот раструб. И не начал бетон портиться. Видим, новую опалубку сделали на клетях лестничных и лифтовых. Сейчас, как я уже сказал, пересменка между вечерней и дневной сменой. Хотя вот там я через десятку вижу людей еще работающих. Но вот когда я шел в эту сторону, я думаю, что на таймлапсе, на гиперлапсе, который я пытался снять для вас, там было видно, как что-то тут таскают, какую-то опалубку для вот этих вот стоек. А вон там люди сидят. Видимо, уже завершили свой рабочий день. Хотя нет, что-то мажут там бетоном раскатывать. Здесь появилась опалубка под новую стенку. Возможно, это будет машинное отделение для лифта или еще для чего-то, я вам не могу точно сказать. И хотя мы приближаемся с такого не очень хорошего угла, но даже отсюда мы видим уже, как изменился силуэт моста. Силуэт арок без части опор временных. Скоро их срежут совсем. И он еще более станет таким вытонченным. Ну а на стороне Труханово острова, как видим, идет активно какая-то работа, несмотря на конец рабочего дня. Так на это смотришь и действительно очень похоже, что в следующем году удастся пустить здесь машины. Поскольку здесь все-все-все готовится к этому. Мы видим, что везде-везде на всем протяжении до самой арки появился бордюрный камень гранитный. И вот сейчас мы с вами, когда шли в эту сторону, видели ребят, которые монтируют отбойник на центральном разделительном барьере. Мы видим, что появилось большое количество какого-то, я не знаю, клея. Это, очевидно, клей для бордюрного камня. Тюки опять свеженькие с посыпкой. Видимо, будут какие-то асфальтные работы. Ну, мы здесь видим, здесь частично, насколько я понимаю, уже финальный слой асфальта. Здесь еще нет. И видим установленные уже, установленные уже раструбы для сливов. И вот появился тоже отбойник. Его здесь не было. Теперь он монтируется. Ну и для того, чтобы наш ролик получил какое-то логическое завершение, уже вернувшись на мостовую часть, мы спустились на уровень метро. И сейчас подойдем, посмотрим, как выглядят уже срезанные опоры с этого уровня, с близко. Все остальное, все, что мог, все, что нашел, я вам показал. Надеюсь, это вам понравилось. Мы видим подмоски, где обрабатывают, доделывают швы на консольных плитах, которые недавно были установлены. Один шварщик работает, второй там на подмосе. И вот мы видим, как срезается одна из двух оставшихся высоких еще опор. И раз работают люди по демонтажу. В конце рабочего дня тоже пока никто не задумывается, насколько я понимаю. Но мы видим, сколько уже всего срезано. И вот мы дошли уже до той опоры, которая была срезана недавно совсем. Видим, как она выглядит. Напоминаю, что полотно моста пока еще пролет сам опирается на ее центральную часть. А вот временная опора. И вот мы добрались до опоры, которая почти срезана. Как видим, тоже все как положено. Страховки присутствуют. Каски присутствуют. Все в норме, чтобы не было никаких вопросов по технике безопасности. Мы видим, что здесь еще работы некоторое количество осталось. Заметьте, что все люди работают минимум в паре. Где-то даже по трое. На следующий подстраховки взаимной. Возможно, они меняются. Также в ходе смены, потому что достаточно много времени в этих люльках проводят. срезы. Этой-сезам. Срезы. И огромнейший рост трой. Срезы. Наст 상. Заметь. Напоминаю, что это та самая опора, возле которой я, когда в прошлый раз на этом уровне было, спуткался туда вот опорная часть, и вдоль нее вверх смотрел и вам показывал, как она выглядит. Вот ее уже нету. Ну что ж, на этом я заканчиваю наш репортаж. Он получился тоже немножко длинный, но надеюсь вы не утомились. Я старался вам показать много интересного. Мы с вами пережили самую-самую жаркую пору. На солнце, наверное, было градусов за 40. Я думал, что у меня каска расплавится, как здесь работают люди с утра до вечера. Я даже боюсь представить себе я вас благодарю за ваше внимание, за ваши подписки, лайки, комментарии, за ваш интерес к моему каналу, за ваш интерес к нашему городу, к нашей хронике. Спасибо за ваши донаты. Мы уже почти закончили собирать деньги на камеру DJI Osmo Pocket. Так что скоро будем делать качественно другие репортажи. Посмотрим, как Бог даст. но с вашей помощью, за что я вам очень благодарен. Надеюсь на вашу помощь в дальнейшем. Нам бы еще третью батарею под квадрокоптер насобирать. Потому что вы видели, не хватает двух батарей даже при увеличенном объеме. Так что еще раз вас благодарю всех. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Ссылочка в описании. И здесь мира, добра, счастья. Пока. Хочу маленький по скриптам обратить ваше внимание. Мы уже прошли достаточно к самой оконечности моста. И я тут как раз увидел, что свежепокрашенные балки и опорные части. Мы видим движущееся приспособление для покраски. И, в общем-то, вот словно граница, где они перестали красить. И свежие, свежие, свежие. С одной стороны и с другой стороны там тоже такое же приспособление. Так что вот еще это в копилку того, что было сделано. И обратите внимание еще по съезду. Все-все-все колонны, все-все-все балки, также кроме почему-то одной стойки, все выкрашены недавно явно. Вот почему одну стойку пропустили. Я не знаю, может быть там какая-то проблема к ней подобраться. Но все остальное вот свежевыкрашенная. Еще такая работа здесь делается. Еще меня по прошлому ролику с этого места спрашивали, что-то вроде бы как кривенько залита бетонная плита на платформе. Ну, я сам вот вижу, да, действительно кривовато. Но я говорю, напоминаю вам о том, что это только черновая плита. Не знаю, вообще никто смотреть не будет. А по бокам и сверху она будет облицована еще какой-то плиткой. Возможно, даже стяжка еще какая-то будет. Так что это не суть важно. Главное, чтобы она была крепкая. Но по поводу крепости конструкции здесь сомнений не возникает. И вот мы впереди видим уже ребята, с которыми мы сегодня начинали нашу прогулку. Парились в бане внутри балок. Они уже тоже, судя по всему, заканчивают смену. Сейчас посмотрим, сколько они установили без меня. Скажем так, без моей моральной поддержки. И уже на этом я с вами попрощаюсь. Мы видим, складывает свою стрелу. Нет, еще не складывает. Еще что-то грузит какие-то плиты там. Кран. Только что с ребятами пообщался. Семь штучек они поставили за сегодняшний день. Ну, не знаю. Может быть, так кажется, что такое семь штучек. Но поработав, просто понаходившись с ними в этих ужасных металлических балках, я могу сказать, можете мне поверить, семь штук в такой погоде, в таких тепловых условиях, это просто большой подвиг поставить вот таких вот штуковин. На этом собственно все. До новых встреч, до новых репортажов. Счастливо, пока. 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 Продолжение следует...